Всем привет! Сегодня у меня будет видео о покупках на Алиэкспресс. Пришли мне посылочки, их несколько штук, и все они касаются ногтевой темы, то есть маникюра, педикюра, все, что с этим связано. Если вам интересно такое видео, то, милости прошу, оставайтесь со мной. Первое, с чего я начну, это вот такой пушер, если я его правильно называю. Ну, возможно, он как-то по-другому называется, но я слышала такое именно название. Купила на Алиэкспресс, потому что у нас такая вещь стоит в два раза дороже, зачем платить больше. Здесь силиконовые наконечники, варианты были разные, то есть все они двухсторонние были, оформление разное вот этой центральной части и разные наконечники. Я выбрала вот такой один, скошенный, приплюснутый и остроконечный. Уже пробовала в деле, мне очень понравилось, очень удобно. Вот этой стороной я убираю лак вот так вот с боков, с кутикулы. Если я куда-то там залезла случайно, то очень удобно все убирать, вытирать. А вот эта сторона мне очень понравилась для наращивания. Я делала акриловое наращивание, и вот этой стороной очень удобно было прижимать как раз вот эту акриловую смесь к ногтю. Очень-очень удобно, очень понравилось, и вот однозначно эту покупочку могу посоветовать. Следующая вещь, что касается наращивания, это акриловый гель. Очень маленькая баночка, вот, ну, совсем, совсем малипусишная. Я взяла прозрачный, честно говоря, ошиблась. Хотела взять розовый, но взяла почему-то, ну, видимо, невнимательно посмотрела, и взяла вот такой прозрачный. Сама баночка была запечатана, то есть вот здесь вот была фарьга. Вот сверху вот осталось, да, кусочек. Но почему-то вот эта вот сама баночка вся липкая. Она, не знаю, откуда взялся гель, как он протек, хотя вроде плотно все было запечатано. И в баночке, кстати говоря, вот, наверное, видно всего половина средства. Не знаю, то ли он каким-то чудесным образом вытек, то ли так было изначально. Ну, стоила где-то порядка 50 рублей вот это средство, поэтому, ну, покупка тоже однозначно неплохая, даже если баночка была изначально неполная. Уже тоже пробовала, понравилась. Ну, хорошо сохнет в УЭФ лампе. У меня УЭФ именно лампа. Взяла я вот такой инструмент, двухсторонний, с каждой стороны его вот такой, ну, как бы сказать, приплюснутый конец, что здесь, что вот здесь. Он подходит для маникюра, для педикюра, чтобы убирать все лишнее из-под ногтей. Очень тоненький, удобно прорезает во все даже такие потаенные места. Удобная вещь, я давно ее хотела и вот на Алиэкспресс заказала. Ну, как обычно, стоит также копейки. Все ссылочки я оставлю под видео. Можно будет зайти, посмотреть, если вы чем-то заинтересуетесь. Оформление мне очень понравилось. Довольно-таки такая тяжелая, то есть это не алюминий, не легкий инструмент. Видите, какая красивая резьба сделана. Хорошая вещица. И еще плюс, она пришла в чехольчики. Тоже очень удобно, симпатично. Даже, я не знаю, на подарок, мне кажется, неплохо, как какое-то добавление тем, кто занимается маникюром и педикюром. Следующие мои покупки. Это я заказывала у одного продавца. Два гель-лака и один топ-топ без липкого слоя. Фирма Розалинт, так называется. Читала про вот эти лайки-отзывы. Хорошие отзывы, многим нравятся. Бутыльки стеклянные, то есть это не пластмасса. Объем 7 мл. Я взяла один лак йогуртовый. То есть это белый лак с разноцветными вкраплениями. Я вставлю в фото, как он смотрится на ногтях. Лак хорошо наносится, но немного полосит. То есть наносить его нужно, ну лично я для себя решила, что слоя 4. Вот это идеальный для меня будет вариант. Кстати, на фотографии, где я делала маникюр, там у меня как раз 4 слоя. В принципе, наверное, можно и в 3 слоя как-то уложиться. Но вот, не знаю, мне почему-то в 4 понравилось. Понравилось именно нанесение. Сам лак отличный. Он, в принципе, у него удобная кисточка, то есть хорошо наносить. Он немного самовыравнивается. Он прекрасно держится. Держался у меня, ну 2 недели вообще идеально. Потом просто я сломала ноготь и, в принципе, просто все убрала, все стерла. А так, мне кажется, он держался бы еще больше. То есть потому что никаких проблем с остальными ногтями не было. Как я сказала, хороший лак, красивое покрытие дает, хороший цвет. Мне очень понравился. И то же самое могу сказать про этот лак. Он у меня уже в каком-то, вот как здесь видно, немножечко в бежевом цвете. Если смотреть на тюбики, то вот он кажется, что немного бежевый. Но на самом деле он больше розовый дает под тон. Вот у меня, кстати, сейчас на ногтях. Вот он у меня сейчас на ногтях. Все-таки он больше розовый с небольшим таким бежевым под тоном. Мне очень понравился. Он также прекрасно наносится. Его я вот уже наносила в три слоя. Три слоя здесь. Как не фокусируется камера. Три слоя уже вполне достаточно. Тоже имеет свойство немного самовыравниваться. Хорошо просыхает в лампе. То есть никаких вообще проблем нет. Я думаю, что так же будет носиться, как и предыдущий лак. Покрывала я эти лайки топом, который тоже заказала. Этой же фирмы Розалинт. Топ, как я уже сказала, обычный глянцевый топ без липкого слоя. Тоже отлично. Держится. Никаких сколов. То есть ничего, никаких разрезкований. Он совершенно ничего не дал. Удобно наносится. Очень понравился. Дает красивый глянцевый блеск. В принципе, мне кажется, вот на ногтях и видно сейчас. Очень довольна. Очень понравилось. Однозначно советую. Я думаю, даже посмотреть, заказать еще какие-нибудь цвета. Потому что, ну, во-первых, небольшие такие бутыльки 7 мл. Мне это даже нравится. Потому что сильно долго... Ну, их можно использовать каким-то образом. То есть не так долго они будут у вас стоять и портиться. Само качество понравилось. Как я сказала, стеклянные флаконы. Это тоже лучше, чем пластиковые. Ну, как-то даже приятнее, солиднее они смотрятся. Качество на высоте. Отличные лаки. Вообще просто сказать ничего плохого про них не могу. И цена просто потрясающая. Ну, вот это все. Такие у меня были покупочки. Вот такие приобретения в этот раз. Всем довольна. Все понравилось. На этом я свое видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Всем пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok